действительно область такая интересная и опухоли эти редкие и именно редкость их обуславливает сложности в том числе и для морфологической диагностики и сегодня мы вот об этих двух нозологических единицах поговорим но с чего начать я решила начать с определения которое дает всемирная организация здравоохранения для этих опухолей и мы начнем с синоназально не дифференцированной карцином у нее есть такое звучная аббревиатура леснук опухоль редкая действительно это две сотых на 100 тысяч населения мы редко с ней встречаемся и по определению это не дифференцированной карцинома то есть это опухоль эпителиального генеза без признаков как железистой так и плоскоклеточной дифференцировки сюда стоило бы добавить что она также не имеет на самом деле истинных признаков морфологических нейроэндокринной дифференцировки но в ряде случаев может краситься нейроэндокринными маркерами и есть такая замечательная фраза что эта опухоль не может быть классифицирована никоим образом другим то есть она не может быть отнесена какой-то другой нозологической единицы в рамках действующей классификации ибо не соответствует обозначенным для нее критериям это приводит к тому что помимо того что сюда относятся опухоли действительно не дифференцированные биологически это своеобразная помойная корзина в которую мы должны отнести все что нам не удалось дифференцировать в том объеме материала с которым мы имеем дело но для этой нозологической единицы собственно характерная редкость как я уже сказала это всего 3-5 процентов карцином синоназальной локализации опухоль агрессивная ведь она архитектурно не строит каких-то образований это просто солидные гнезда здесь вот мы видим инвазию в костные структуры может быть изъязвление слизистой оболочки она не имеет морфологических признаков плоскоклеточного рака но может быть в ряде случаев ассоциировано с карциномой инситу в поверхностном эпителе что не позволяет нам утверждать что она развивается из него возраст на самом деле этих пациентов может быть разный средний возраст это 50 60 лет но тем не менее вариабельность может быть довольно высока как правило мы обнаруживаем эти образования в полости носа в зоне решетчатого лабиринта но для них характерно на момент диагностики широкое локальное распространение с вовлечением массивных структур как около носовых пазук так и зачастую орбиты и с выходом в полости черепа при этом довольно низкая частота на дальних метастазов локальных что собственно важно нам для дифференциальной диагностики в том числе метастазов в лимфоузлах шеи мы поговорим об этом и это опухоль не относится к вирус ассоциированным карциномом потому что вообще в принципе глобально на сегодняшний день все эпителиальные опухоли головы и шеи можно поделить на две большие патогенетические группы это карциномы которые являются вирус ассоциированными чаще всего этими вирусами является вирус папилломы человека и пштейн бар вирус и для полости носа больше больше степени характерно ассоциация именно с вирусом и пштейна бар но не для этой карцинома если вирус выявляется тем или иным способом это конечно один из факторов исключающих эту нозологическую единицу с точки зрения мелких клеток или цитологических характеристик то здесь тоже все не так однозначно потому что имеется довольно большой спектр морфологических проявлений в пределах этой нозологической единицы с одной стороны это могут быть довольно крупные петлеоидные клетки с светлыми ядрами с заметным ядрышком с такой иногда рабдоидной дифференцировкой но при этом другая крайняя спектр крайняя часть спектра это опухоли с мелкими конденсированными ядрами гиперхромными что заставляет нас дифференцировать их в том числе и с мелкоклеточным нейроэндокринным раком вот такая вариабельность представляет конечно сложности для дифференциальной диагностики для патолога особенно на ограниченном материале и здесь мы зачастую вынуждены полагаться на какие-то дополнительные методы их использовать какова же и многих химическая характеристика этой опухоли она тоже мягко скажем не очень проста в силу того что это не дифференцированное образование то есть по большому счету мы используем ему на гистохимический метод для того чтобы исключить какой бы то ни было паттерн дифференцировки но так как это опухоли петелиальная то мы должны обнаруживать экспрессию петелиальных маркеров или цито кератинов могут быть позитивный простые цито кератин и цито кератин 7 к сожалению это опухоль характеризуется экспрессией нейрон специфической аналазы это может вводить в заблуждение и заставлять задуматься о нейроэктодермальном происхождении или нейроэндокринной дифференцировки и к сожалению очагово могут быть позитивны более чувствительные более специфичные нейроэндокринные маркеры но не должно быть никогда диффузной гомогенной или интенсивной экспрессии этих маркеров что собственно могло бы подтвердить диагноз нейроэндокринной карциномы но на что стоит обратить внимание это гиперэкспрессия p16 для этой опухоли характерно константная блок-тайп экспрессия этого белка без ассоциации с hpv инфекцией то есть это очередно очередная опухоль которая p16 позитивная но при этом не имеет никакой связи с инфекцией именно этим вирусом то есть это гиперэкспрессия за счет других механизмов так как этот белок участвует в патогенезе и в том числе в регуляции клеточного цикла что позволит нам отличить снук от плоскоклеточного hpv позитивного рака это собственно отсутствие маркеров плоскоклеточной дифференцировки они должны быть отрицательны то есть из единственное что может быть это фокальная экспрессия p63 который строго говоря не является так сказать высоко специфичным плоскоклеточным маркером и является маркером в том числе миоэпитериальной дифференцировки и так далее и опять же не должно быть диффузной экспрессии кроме того как я уже сказала это опухоль судя по всему и исходя из ее определения не является гомогенной и так в ней выделяется один из специфических подтипов это синоназальная не дифференцированная карцинома с дефицитом экспрессии белка смарк b1 который мы обычно детектируем при помощи гх метода используя антителок и не один и потери экспрессии этого ядерного белка в общем свойственно для целой группы так называемых и не один или смарк b1 дефицитных опухолей этот вот белок с такой громоздкой аббревиатурой является одним из компонентов белкового комплекса который осуществляет функции по моделированию хроматина и в том числе участвует функции по репарации днк для этих опухолей с дефицитом этого белка характерна именно рабдоидность рабдоидная морфология то есть это крупные светлые ядра с центральным ядрышком и широкой зачастую эксцентрично расположенной азинофильной цитоплазмой иногда с азинофильными цитоплазматическими включениями опухоли эти впервые были описаны у детей в детском возрасте и к каноническим представителям этой группы образования относятся скажем терратоидная рабдоидная опухоль центральной нервной системы рабдоидная опухоль почек рабдоидные опухоли других локализаций которые отличаются высокой агрессивностью течения плохим ответом на терапию на сегодняшний день непонятно является ли вот этот снукс марк b1 дефицитный какой-то отдельной нозологической единицей и эти опухоли находятся в рамках соответствующей классификационной категории пока должны быть отнесены к ней вот тут есть небольшая характеристика мы уже поговорили о том что опухоль может быть и такая и сякая это собственно приводит нас к довольно широкому спектру дифференциальной диагностики в пределах образований синоназальной локализации первую очередь мы должны конечно исключать и лимфомы потому что опухоли с такой морфологией в том числе крупноклеточной иммунобластоподобной встречаются в этой локализации и для них характерно то есть первую очередь мы должны проводить диагноз крупноклеточными лимфомами часто б-клеточными и помимо панликоцитарного антигена cd-45 мы можем использовать cd-20 но сложность заключается здесь в том что эта локализация является одной из частых для так называемой плазмобластной лимфомы которая в силу наличия дифференцировки в сторону терминально дифференцированных b-лимфоцитов или плазматических клеток может терять экспрессию cd-45 и терять экспрессию линейных b-клеточных маркеров и приобретать в ряде случаев экспрессию мам-1 или плазмацитарных маркеров опухоль агрессивная имеет такую тоже крупноклеточную морфологию может напоминать не дифференцированную синоназальную карциному по своим морфологическим чертам но как правило встречаются у людей более молодого возраста и ассоциировано с наличием иммунодефицита разного генеза безусловно мы должны исключить не роговевающий плоскоклеточный рак который в этой локализации встречается гораздо чаще чем не дифференцированная синоназальная карцинома и здесь b16 нам не поможет но поможет диффузная экспрессия маркеров плоскоклеточной дифференцировки в первую очередь p-40 который является самым специфичным из них как я уже сказал мы должны будем исключить нейроэндокринную карциному для которой характерная экспрессия диффузная нейроэндокринных маркеров но проблема в том что мелкоклеточные нейроэндокринные карциномы могут терять нейроэндокринные маркеры вплоть до потери всех доступных большинстве лабораторий и они как правило не экспрессируют либо очень слабо экспрессируют цитокератин и что собственно не позволит нам удостовериться в том что мы имеем дело именно с эпителиальной опухолью это создает реальные сложности в дифференциальном диагнозе как видите здесь же получается эстезия нейробластома который мы поговорим немножечко позже и есть еще целый ряд редких карцином это над карцинома которые иногда ставят для агрессивно агрессивные опухоли этой локализации и так называемая срединная карцинома она названа по наименованию того гена перестройка в котором для нее характерно и которая собственно приводит гиперэкспрессии соответствующего белка но эти опухоли должны иметь опять же и морфологически и ему на фенотипические признаки плоскоклеточной дифференцировки при отсутствии плоскоклеточной дифференцировки невозможно этот диагноз поставить кроме того у нас дифференциально диагностическому ряду попадает ряд сарком которые могут иметь круглоклеточную морфологию и аденокистозный рак его низкодифференцированный солидный вариант это связано с тем что в довольно большом проценте случаев сеноназальная не дифференцированная карцинома может гиперэкспрессировать сиди 117 без связи с перестройкой в гене цикит но есть целый ряд параметров которые позволяют все-таки даже низкодифференцированный аденокистозный рак дифференцировать и в ряде случаев мы должны исключить меланом что касается алфактурной нейробластомы собственно это ее номенклатурное название номенклатурное название стезионеробластомы она в классификации называется именно так и это наименование отражает гистогенез этой опухоли потому что она развивается из элементов которые являются частью обонятельного аппарата и по определению восс опять же это злокачественная нейректодермальная не эпителиальная опухоль которая имеет признаки нейробластической дифференцировки как морфологические так и ему на фенотипические и наиболее часто локализуется верхней части носа и именно точные данные о локализации образования в пределах верхнего верхней части головы и шеи является одним из ключом к верной тактике в плане дифференциального диагноза это тоже опухоль редкая на несколько более часто чем синоназальная не дифференцированная карцинома составляет три процента от всех синоназальных опухолей не только карцином и у нее очень широкий опять же возрастной диапазон в котором она может встретиться в ранних работах предполагалось что имеется бимодальное распределение но на сегодняшний день в общем большинство исследователей склоняется что большая частота выявления этих образований приходится опять же на пятый шестой десяток и здесь нам очень важна локализация потому что тут развивается в области решетчатой пластинки либо верхней носовой раковины а также в области верхней половины носовой перегородки возможно локализация опухоли с подобным гистотипом в около носовых синусах но чаще это выявляется на фоне рецидива и прогрессии образования и по мере местного распространения опухоль также может на прилежащие структуры распространяться но наличие эктопированной альфакторной нейробластомы без поражения решетчатой пластинки должно всегда вызывать вопрос относительно того действительно ли именно с этим нозологическим вариантом мы имеем дело в силу того что тнм классификация имеет в общем существенное ограничение в плане прогнозирования течение опухолей не эпителиальной природы для алфакторной нейробластомы предложен целый ряд обхолеспецифических классификаций изначальная токсификация кадиша которая собственно отражает местное распространение образования его выход за пределы полости носа и степень этого выхода и также имеется модифицированная классификация за авторством мортия который помимо вот локального статуса предложил еще категорию отражающую наличие метастатической болезни метастатического процесса как локальных метастазов так и дистантных метастазов но тем не менее на сегодняшний день более эффективно чем анатомическая стадия ассоциирована с прогнозом именно морфологические черты этого образования исходя из определения это опухоль нейректодермальной природы с нейректодермальной дифференцировкой которые относятся соответствующие цитологические черты это всем уже набившие оскомину соль с перцем это соответствующая структура хроматина который к сожалению в малом и деформированном материале бывает в ряде случаев просто невозможно ценить поэтому мы полагаемся в том числе и на архитектурные признаки имеется целый ряд архитектурных признаков нейректодермальной дифференцировки это и формирование различных розетка подобных структур тробекул и в высоко дифференцированных опухолях они образуют такие гнезда которые разделены как правило хорошо васкулиризированными фиброзными септами по мере потери дифференцировки мы наблюдаем потерю вот этого гнездного строения солидизацию и повышение степени ядерного полиморфизма повели появление увеличения количества зон некроза а также повышение методической активности все эти изменения ассоциированы с повышением грейда кроме того вот факторной энеробластомы мы можем обнаруживать кальцификаты и собственные рентгенологи могут это видеть и это один из таких минорных или косвенных признаков тоже дифференцировки потому что по мере понижения дифференцировки теряется кальцификация теряется способность кальцификации что приводит к ряду объективных существенных трудностей морфологической диагностики так это склонность этого образования к широкому спектру гетерологической дифференцировки то есть формированию различных структур различных листков в ряде случаев мы можем обнаруживать меланин в клетках опухоли и это приводит необходимости исключать опухоли меланин продуцирующие меланомы которые тоже могут быть в синоназальной локализации могут встречаться гонглиозные клетки что собственно повышает визуальную степень полиморфизма но являются фактически признаками терминальной дифференцировки или созревания неректодермы но что более неприятно это наличие саркоматозной дифференцировки часто это рабдомиобласты это заставляет нас думать относительно того не является ли это образование рабдомиосаркомой а мы знаем что область головы и шеи одна из любимых локализаций для эмбриональной рабдомиосаркомы и это в общем непростой дифференциальный диагноз кроме того может быть эпителиально-дивергентная дифференцировка с формированием глондулярных структур железистых а также с формированием структур из многослойного плоского эпителия что опять же расширяет спектр дифференциальной диагностики здесь нам опять же приходится полагаться на дополнительные методы и в этом отношении эта опухоль гораздо с более четким иммунофенотипом это опухоли без эпителиальной дифференцировки хотя она может фокально быть позитивно простым цитокератином как ряд низкодифференцированных нейроэндокринных опухоли эпителиального генеза но тем не менее мы видим диффузную константную экспрессию нейроэндокринных маркеров которые собственно являются отражением нейроэктодермальной дифференцировки но по большому счету для морфологов диагностическим является именно архитектурный паттерн и выявление так называемых сустентоцитов это поддерживающие клетки которые располагаются по периферии вот этих гнезд и на светооптическом уровне обнаружить их без дополнительных окрасок не представляется возможным и экспрессия 100 и в ряде случаев gfab именно по периферии гнезд позволяет нам вот эту неоднородность образования и его архитектурные особенности обнаружить и подсветить но проблема в том что по мере понижения степени дифференцировки опухоль солидизируется и теряет вот в том числе и этот аппарат поддерживающих клеток уже не рассказала грейдинге потому что именно грейд на сегодняшний день имеет наиболее эффективную силу предсказания прогноза для алфакторных нейробластом и самая распространенная система является вот эта четырехступенчатая система градации но из практических соображений в большинстве случаев все-таки она объединяется в двухступенчатую систему то есть первый второй грейд объединяет с третьим четвертым и фактически мы подразделяем алфакторную нейробластому на опухоли low-grade и high-grade но если мы посмотрим на критерии и для патологов и для онкологов становится очевидным что это все описательные характеристики нету никаких количественных критериев нету никаких пороговых значений эта классификация экстремально субъективная особенно если мы будем анализировать каждый параметр в отдельности единственное что делает ее более менее воспроизводимой и рабочей и позволяет нам достигнуть клинического значения ее применения это то что совокупность факторов является более эффективным предиктором чем один из критериев ну и мы опять возвращаемся к дифференциальному диагнозу и мы видим что все те же пункты которые были для недифференцированной синоназальной карциномы присутствуют и здесь просто как правило если речь идет о лимфомах мы здесь имеем дело не с крупноклеточными а с мелкоклеточными лимфомами часто в плане дифференциального диагноза и это может быть собственно опухоли т-клеточного генеза которые также в этой локализации довольно часто встречаются относительно других опять же мы должны исключить опухоли с эпителиальной дифференцировкой плоскоклеточный рак в том числе в силу способности алфакторной нейробластомы давать гетерологическую плоскоклеточную дифференцировку реальные сложности возникают конечно с дифф диагнозом с нейроэндокринными карциномами то есть если нам не удается обнаружить достоверные признаки именно эпители ального генеза опухоли которая гиперэкспрессирует нейроэндокринные маркеры либо мы не обнаруживаем суста сантоциты как архитектурный признак специфичный для алфакторной нейробластомы то в общем это пожалуй самая частая серая зона в этой нозологической единице но мы видим что необходимо также нам исключать альвеолярную рабдомиосаркому среди круглоклеточных сарком и саркомы семейства юинга которые также могут демонстрировать морфологические признаки нейроэкто дермальной дифференцировки но здесь собственно нам помогает диффузная экспрессия cd 99 хотя в то же время саркомы семейства юинга могут давать фокальную экспрессию и цитокератинов простых и к сожалению нейроэндокринных маркеров но не диффузную ну и меланома тоже в ряде случаев является одним из дифференциально диагностических партнеров потому что как я уже говорила возможно наличие меланина в клетках этой опухоли но в итоге хотелось бы сказать что в общем на первом этапе диагностическом когда у человека есть распространенная опухоль верхних отделах носовой полости и мы получаем небольшой биоптат который собственно говорит нам что мы в области респираторной находимся в виде покровного респираторного эпителия и у нас есть низкодифференцированная опухоль которая стоит из относительно мелких клеток довольно широкий дифференциально диагностический ряд и только весь комплекс клинической и лучевой информации позволит нам оптимальным способом спланировать алгоритм дополнительного тестирования для того чтобы попытаться уточнить каким именно образованием в том числе редким мы имеем дело в этой локализации здесь конечно без командной мульти дисциплинарная дисциплинарная работа не обойтись спасибо за внимание